Еще в феврале компания «Ягодная долина» приступила к строительству тепличного хозяйства в окрестностях деревни Еремина. А сегодня на природном субстрате вовсю поспевает ароматная клубника. 28 километров вот таких вот стеллажей. Это дренажные стеллажи. Здесь у нас ботаник-ойр – это кокосовый субстрат со Шри-Ланки. Через капельную трубку каждому из растений подается своя нормированная капля жидкости. Передовая агротехника подразумевает дозированный полив и щадящую подкормку, за которую отвечает умная автоматика. Прошу продегустировать. Чистая речная вода и солнце – основные слагаемые успешно растущего ягодника. Для стопроцентного опыления в хозяйстве живут свои пчелы. На сегодняшний день клубника уже активно продается. А так вообще планируется? Не круглый год? Нет, не круглый год. Сезон наш запланирован где-то с конца июня, начала июля по октябрь месяц. Ну, по сентябрь включительно, так скажем. Голландский сорт Эви-2 на фряновской земле. За сезон можно собрать до 800 граммов спелых и сочных ягод. Ягодная долина собирает первый урожай клубники из 4 гектаров. На соседнем поле площадью в 3 гектара посажена малина. Та, что принялась в рост в 2019 году, приносит первый урожай. Это малина Маджестик. Такой очень новый сорт в России. С посещения Ягодной долины началось выездное заседание Комитета по имущественным отношениям и землепользованию МОЗ Облдумы. Обсуждали итоги вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения за последние 5 лет. Увеличением земельного фонда занимается Министерство имущественных отношений Московской области. За 8 лет вовлечено в сельхозоборот 470 тысяч гектаров. В этом году – 40 тысяч. Привлекает инвесторов твёрдая ставка арендной платы за землю. Она же самая низкая по регионам – 0,3% от кадастровой стоимости. Существует программа господдержки. Но одних субсидий от правительства недостаточно, говорят сельхозпроизводители. Нужно, чтобы кредитные организации поверили в то, что выращивание культур на подмосковной земле стало прибыльным. И тут без современных технологий не обойтись. Эти технологии позволяют даже в нашем суровом климате, 9 месяцев зима практически, что там говорить, достаточно эффективно выращивать сельхозпродукцию хорошего, надлежащего качества. Сегодня мы увидели клубнику. Да, это как бы ягода и полезная вещь. Но, конечно, фундаментальная основа там даже картошка, как мы пресловуто говорим. Про кофе, конечно, сейчас нуждается в новых технологиях. Нас уже радуют те цифры, о которых мы говорили сегодня. Это практически 90% земель сельхозназначения возвращены в сельхозоборот. Да, здесь много еще чего предстоит сделать и в качестве стимулирующих мер, и в качестве дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере. Для того, чтобы главная цель наша, наши жители получили качественный, свой, выращенный на нашей земле продукт. Продолжение следует...